Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Снова разговариваем об опылении арбузов, потому что когда приходят вопросы, одна девушка на ютюбе спросила, зачем вообще опылять арбузы, на бахче их никто не опыляет, они там прекрасно растут. Вот исходя из этого, я понимаю, что люди не до конца осознают, зачем нужен ручной процесс вот этого опыления. Я говорю в первую очередь, конечно, о теплице, потому что здесь мало насекомых, тут если самому не опылить, то долго ждать придется, когда насекомые опылят. Вообще, сам процесс ручного опыления нам нужен для чего? Для ускорения получения урожая. Конечно, можно не опылять. Можно дождаться, когда вот этот цветок найдет какой-нибудь муравей, шмель или пчела. Но ведь может произойти так, что его никто и не найдет. Вот на этом кусте я могу вам показать, уже есть горький опыт. Вот этот цветок отцвел, никто его не нашел из насекомых. Он уже запустился, желтеет и скоро отвалится. Я его просмотрела, не опылила. И сам он, как видите, не опылился. Поэтому вопрос, зачем нужно вручную опылять, ну, я считаю, вообще неуместен, потому что в теплице, если мы сами не опылим, конечно, какие-то арбузики потом, в конце концов, зацветут и опылятся. Ну, вы видите, какая разница. Или, если бы я опылила вот этот арбуз, он уже сейчас увеличился бы в росте, вот, как тот, который я опылила. Видите, я опылила, у него уже нормальная зависть. Это уже настоящий будущий арбуз. Если бы я вот этот цветок вручную опылила, у меня было бы уже два арбуза на конец июня. Но так, как я его просмотрела, не опылила. Теперь мне нужно ждать, вот когда, вот смотрите, он растет, растет, растет. Когда еще следующий женский цветок появится? Появился он вот как высоко. Значит, на всей этой огромной плети, высокой, первый арбуз будет только на расстоянии более метра от земли. Вот это первый женский цветок, который я сейчас опылю. Поэтому, все вот такие вопросы, зачем вручную опылять? Зачем? Все наши действия, все направлено на получение раннего урожая, на ускорение созревания. Женских цветков и так на арбузе не очень много. Вот этот, видите, шикарный куст, хороший, у него листья, плети, все. Но первый цветок у него появился только на расстоянии более метра от земли. Он и так долгожданный. Если я сейчас его не опылю, его не найдет ни одно насекомое, если он засохнет, то следующий цветок, как я могу узнать, может быть, следующий цветок вообще будет только под теплицей, ну, на самой высоте. Это очень неудобно. И нужно, конечно, чтобы цветки женские как можно ниже, как можно раньше начинались, чем раньше вы его опылите, тем раньше вы скушаете свой первый арбуз. Когда мы опыляем вручную, мы, как, приближаем срок сбора урожая. Это ясно всем. На бахче, если, как она говорит, что на бахче сами опыляются, да, там действительно, если на улице, там больше шансов опылиться, там и бабочки всякие, и стрекозы, и кузнечики, и муравьи, и пчелы, и шмели, в открытом грунте проще и чаще опыляются цветки арбузов. Но даже в открытом грунте, если человек в огороде не в теплице выращивает, для того, чтобы получить как можно... Извините. Как можно раньше первый спелый арбуз, все равно опытные садоводы-огородники ходят свои арбузы и опыляют. Там нужно опылить всего 2-3-4 цветка, остальные пусть цветут, засыхают, но самые первые, которые зацвели женские цветки, все-таки рекомендуется опылять самим, потому что это, еще раз повторю, приближает, ускоряет созревание плодов. Вот тот цветочек, самый первый, видите как, вот этот вот низкий был цветок, хороший, он самый первый, я его опылила 3 дня назад буквально, он уже все, теперь я по своей карточке посмотрела, что он был такой, стал такой, это уже видно, что явно опылился и растет. Вот я на этом, на этом кусте отпылила еще один, и этого может быть даже уже достаточно, потому что это сорт крупненькие арбузы, может быть 2 их останется, но про запас я опылю еще 2, потому что бывает, что, ну, всякие случаи, или кошка оборвет, или сам нечаянно где-нибудь стриганешь, вот все, это плеть, этот куст арбуза, можно сказать, что у меня уже сформирован, 2 крупных арбуза у меня уже здесь будет. Если бы я не опылила и ждала, когда опылят пчелы, муравьи и всякие там шмели, то, возможно, не этого арбуза я бы не получила, и не этого, пришлось бы ждать, когда где-то там, когда-то там вырастет мой арбузик. Все. Я надеюсь, очень подробно и доходчиво объяснила, зачем именно мы ходим, сторожим женские цветы и опыляем их. Кто не видел предыдущие ролики, смотрите, как опылять арбузы, как отличить женский цветок арбуза от мужского. Все снимала на видео, все есть у меня на странице, на канале, на ютюбе. Заходите на страницу, смотрите, читайте заметки. Набирайте Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Все, все о арбузах и дынях буду нынче, в этом году, рассказывать очень подробно, потому что есть интерес у людей к выращиванию бахчевых, но многие боятся с этим связываться, потому что думают, что это сложно. Нет, это просто. Выучите несколько приемов формирования, опыления и все. Арбузы будут у вас каждый год. До свидания.